Молдаванин Чечер перезаявляет в большую сторону. Чаще всего нам сейчас показывали тяжелоатлеты из Германии Роберта Иохима. Не знаю, чем вызвано столь пристальное внимание, но в общем-то он и выходит сейчас. В случае успеха лишь третье место. Пока третье место. Пока ориентиром являются 138 килограммов Виктора Кастро из группы Б. Так, и здесь то же самое, что происходит. Ну, время, если позволяет, почему вы и нет. Ох, хорошо как, а. Отточенная техника. Да, прям безукоризненно. Жил атлетов. До подрыва тяжеловато, а потом она просто взмывает потолку. Собираем третий подход. Собираем. Да. Да. давид санчес испанский тяжелоатлет не выступал он международных стартах его дебют на международном помосте и сразу в группе сильнейших осталось только поднимать немного болтанула в седе пришлось посидеть поймать штангу но улыбается это значит что скорее вот такое волнение помешало ему точно выполнить попытку это по легкости вот именно подъема чувствуется что может и 140 и даже больше мир к за не итальянец по всей видимости самый юный участник группы сильнейших пока что ему 19 очень легко дается первая попытка чемпион италии 2017 года 135 рывок 150 толчок ну а чуть ранее был вторым на юниорском первенстве европы 142 показал в рывке 167 в толчке хороший результат метру кияй турция но довольно неплохое начало у турка да ну когда мы говорим категория до 69 килограммов и турция сразу на вспоминается в этой категории выступает данияр исмаилов за что они говорили елью за что они не говорили его это было не так но я уже не так июня и ты и не так и и и и и 163 килограмма и в толчке 188 один килограмм уступил победителю спортсмену из китая ши жи но раз уж зашла у нас речь о таких больших показателях олимпийских игр в частности давайте взглянем на рекорды европы в этой весовой категории 165 килограммов таков рекорд европы в этой весовой категории принадлежит он болгарину георгию маркова на олимпийских играх сиднея был он установлен в 2000 году ну так казалось что цифры вообще неподступные но да не я рассматривала 163 очень близко на олимпиаде показатели ну на той олимпиаде я очень хорошо помню властвовали просто болгара категория ну кстати марков рекорд установил мы не выиграл да 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 на тот момент это был даже мировой рекорд на момент поднятия этого веса выиграл тогда олимпиаду голубин боевский установив мировой в толчки и мировой в сумме соответственно 196 и 357 ух как хорошо молодцы парни так расподнимались многие из них обладают очень неплохой техникой и вот один из них сергей чечер стартовал со 136 известный нам атлет кстати немного для себя потому что последний раз вот такого низкого веса небольшого он начинал на чемпионате европы 2014 году после этого 138 либо 140 с этих килограммов вступал в борьбу петр петров чехия 36 немного поигрывают локотки но абсолютный минимум этой игры 136 и ну пока что все проигрывают испанцию из группы b петров личный рекорд установил никогда не то что не поднимал и даже попыток не было поднять ну что ж у нас новый цикл олимпийский и конечно же мы вправе ожидать какие-то новых действующих лиц которые уже на этом чемпионате европы потихонечку появляются и возможно к олимпиаде будут главными претендентами на победу зрительный зал немножко наполняется к вечеру да но показали нам зрительный зал конечно зрители много но отшлага нет к сожалению чемпионаты европы последних лет не всегда собирают битком набитый зал но популярность и жил атлетики конечно же в мире растет и я думаю через какое-то время уже не достать билеты будет хотя наверняка вход свободный на данный момент на чемпионат россии на чемпионат европы я думаю тоже в том числе да ну кстати вот я вспоминаю так в турции всегда с успехом туда прохом болельщики и в россии в казани в общем-то особенно лично присутствовать и даже случилась ситуация что не могли войти зрители все все места были заняты молодец роберт йохима во второй попытке справляется со 138 ну нам показывают что занимает он первое место на самом деле мы с вами знаем что все таки второе поскольку алексей до новые с нового цикла а времени с нового года соответственно действует новое правило теперь вес спортсмена при распределении мест не учитывается как это было раньше раньше было преимущество у того атлета кто весил меньше с этого года на 1 строчке становится тот спортсмен который первый поднял вес бой не до включилась одна из рук и по цепочке как карточный домик сложился петр петров а вот наш очень давний друг точнее два даже друга один из них теперь уже тренер венсе ляда боя конечно символично что за именно в этой категории выводят спортсмена на помост до боя лидер этой категории причем не только на европейском но и на мировом помосте гонял он китайцев и олимпиада в призах была чемпион мира и чемпион европы в общем серьезный парень в прошлом но сегодня он выводят своего давнего друга и теперь уже ученика кино там характерная позиция рубах и как обычно корявенько но правы результативно на грани конечно fall за медный повтор если мы посмотрим то локти даже сгибается по чуть-чуть правило и конечно же запрещено и на большом весе могут такие попытки уже перестать засчитывать давид санчес вторая попытка 140 ух одна из рук а левый локоть так немножко дернулся ну не согласен посмотрим возможно жюри мешается два раза уже линии ты увидели за сегодняшний день правду женщин одну красненькую можно было сбоку за не мир к италия 140 ай-яй-яй полу подсед работает нету четкой фиксация такой устойчивого седа усидчивого пусть пусть от силы в декабре сыграли валене видимо что америка с карантина болеет за своего товарища по команде чемпион европы уже двухкратный и в этом году он был победителем 56 первый соревновательный день тем временем сергей чечер в присущей ему манере легкости и техничности также справляется с весом уже 140 партнер форты иван сагай роберт йоркен джермании все это мир казани и талии и ряды кстати знаете немножко ошибся я груза сказал что вирь казани и давид санчес у нас не выходил на помост он впервые на международный помост вышел выступал он просто немножко так ты про испанца более полная фамилия у него была давид лопес санчес был в прошлом году и в общем-то в норвегии выступил очень даже неплохо был бронзовым призером 143 и 175 в толчке в рывке в толчке четвертом был но по сумме удалось попасть на подиум и кстати говоря из группы б это все происходило точно точно вспоминая его улыбку как раз таки когда он сидел на трибуне до не радовалась так ребята в пылу борьбы немножко упустили сумму вот напомню что в прошлом году даниэр исмаилов выиграл вторым был наш сергей петров российский тяжелоатлет петров перешел более тяжелую весовую категорию до 70 килограммов мы его увидим но вот получается если брать претендентов на медали это вот давид санчес испанец вполне может претендовать брекен колья албанец кстати говоря в рывке был третьим в толчке нулевую оценку получил как раз таки с петровым они зарубились и слишком много пришлось албансу начинать привело к баранке так ну что же на данный момент лидирует у нас француз бернадин матам на второй позиции пока что разместился тот самый давид санчес и на третьем месте а сергей чечер из молдавии у всех кого я перечислил 141 килограмм тем временем прошу прощения 140 141 пока что заявлено очень такая выливая попытка роберта иохима устанавливает он личный рекорд больше 140 он никогда не поднимал молдова и на 9 килограммов улучшает результат годичной давности неплохо безостановочное восхождение на уже допущенную неудачную попытку так ну что же новый вес плюс один килограмм и того 142 получается будут выходить неудачники а вторых попыток так и у нас смена лидера урок взял ну и что итальянец будет выходить на 142 получается что не нужен ему этот вес теперь нужно идти на 143 дарнардин кинг матам второй подход ну главное чтобы локти не подвели да сейчас внимание судьи просто максимальная на помост напоминает матам о том что у него анатомическая особенность и полностью руки выпрямляются вау ничего похожего да в прошлом году было 140 ну и пока что тоже 140 26 лет французу есть еще попытка ну что же одарит нас испанец улыбкой или нет посмотрим буквально через мгновение а не получилось ну что ж в группе b попроще наверное было выступать спортсмену когда нет такого давления нет таких паузы огромных и когда практически там все десять спортсменов примерно одного веса начинают и ты долго вынужден ждать и в итоге всего лишь 140 авица сейчас фиксирует на прошлом году 143 до мир код за ней вы смотрите что-то штанга назад но сумел справиться за медленный повтор надо смотреть очень крепкий парень и самое главное возраст да вот так итальянцы потихонечку пробираются к более тяжелым категориям может быть к олимпиаде увидим какого-нибудь итальянского супер тяжеловеса как это когда-то было в шестидесятые года из более ранних может нет уже есть обербургер норберто был такой по моему олимпийский чемпион дай бог помните лос-анджелеса может быть даже надо сейчас посмотреть да ну в целом можно отметить что итальянская тяжелая атлетика развивается если раньше допустим там лет шесть-семь назад в общем то мы и не слышали о тяжелоатлетах из италии то сейчас мы уже видим целую плеяду чемпионов европы и как у женщин так и у мужчин и все новые новые лица появляются ну конечно в первую очередь благодаря президенту европейской федерации тяжелой атлетики который итальянец ну в общем то быстренько посмотрел да действительно 1984 год олимпиада весовая категория до 110 килограммов норберто обербургер первое место олимпийский чемпион да так что бывали бывали тяжеловесы тоже итальянские да тем временем сергей чечер не смог справиться с весом 144 и на этот же вес идет бернардин кинг матам француз заключительный подход мне вот с какой-то стороны даже немного жаль на неудачное выступление сегодня всего лишь 140 и у нас начинается своеобразная дуэль два участника остались и по три подхода три выстрела у каждого я знаете первое что мы сейчас можем сделать это поздравить италию с медалью до чемпионата европы как минимум бронзовая она будет ну и сейчас вашему вниманию дуэль албания против россии брикен калья первым будет выходить на помост и за ним следом ответ олега чена чемпион европы десятого года брикен калья ошибается в самом начале ошибка погибает передает право так скажем попробовать олегу ну олег из так можно выразиться тертый калач в рывке особенно ну конечно же он мастер хотя ну бывают какие-то небольшие срывы ну в целом олег всегда первым упражнение неплохо выступает интересно чем было обусловлена такая ну на мой взгляд несколькая долгия пауза давайте посмотрим на время оставшиеся секундомер только-только запущен был так ну что же у нас действительно полноценная дуэль ответ ряга чена ой-ой-ой-ой ну что такое олег вроде все хорошо было сделано из лучших из абсолютно лучших показателей ну пожалуй 160 олега да можно да неоднократно он поднимал вес неоднократно что на чемпионате мира в хьюстоне в пятнадцатом что на чемпионате мира в польше в тринадцатом но сегодня к сожалению такое несколько скомканное начало но видно что оба парня все-таки нервничать примерно в одинаковых условиях да знаете вторая попытка албанца такая совсем тяжелый ничего похожего как можно дорогу ну даже первые попытки он еще как-то пытался встретить ее сверху но здесь уже так осталось олегу чену все-таки взять нужно взять обязательно ну что ж поздравляем олега чена с медалью венков салли альбанья слева водящих и наши тренер циска приготовиться ну на самом деле действительно олега такая исключительная возможность все-таки стать трехкратным чемпионом европы очень сильно нужно постараться выбрать все свои болезни уже стал брикен колья подходит на этот же вес попытки уйти от нулевой оценки и не претендует он на победу в этом упражнении на у тебя от баранки на олимпиаде в рио было тоже 145 нулевой результат и немец у нас в призы залез в рывке нет турок шахмет у киа и это не обновленная онлайн знаете как с одной стороны жалко такая вот намечалась заруба и и как-то вот исчезла у олега чена еще одна попытка 50 не стоит лазить на какие-то рекорды идти на тот вес на который он уверен конечно можно было наверное и 152 там 153 я думаю что может быть даже и меньше 150 получится уж больно тяжеловато сегодня было 145 у олега да ну алванец кстати возможно поборется за золото во втором упражнении в толчке из всех кто сегодня помосте пожалуй вот у него самая большая заявка и у француза ну что же олег борисович чем 28 лет трехкратный серебряный призер чемпионатов мира держать 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 не хватило помоста нет красавец да такая по на самом краю остановился 150 есть настоящий боец вы смотрите да фиксировал помнится мне свой подход на самом краю да что-то я припоминаю ну что же друзья перед нами чемпион европы пока что в рывке россиянин олег чен и итоговая таблица по после рывка олег чен первое место 150 мирко за ней итальянец 2 143 ахметок яй турция 142 килограмма третье место и у нас небольшой перерыв вот они те самые заявки о которых говорили олег чен со 160 ну возможно чуть больше сторону перри заявит нужно конечно дать отдохнуть олегу велико за водящим тренером потому что тяжело поднималась сегодня олег не самой лучшей форме подошел тем не менее даже в этой форме успешно обошел многих сильных ребят особенно неплохо с груди у итальянца ну и пока что 298 третья сумма 301 парень из польши выступившие в группе b дамьян вишневский а вот и турок так у нас тут призеры рывка решили пройти с первыми в точке это всегда не просто конечно мало того что он у таких спортсменов получается толчок это их не коронные упражнения да то есть они слабее в нем так еще и пауза достаточно небольшая получается я думаю что на сегодняшнем награждении мы вполне можем ожидать рекордное количество людей ну относительно уже прошедшего граждане граммовые турок прихватила заднего да ну здесь даже речь может идти не о травме а как известно ходит приходится сгонять вес спортсменам особенно легких весовых категорий все по-разному кто-то несколько килограмм придерживаю это кто-то сгоняет и там по 5 по 6 по 7 легко и мышцы сводит от этого так ну что ж двигаемся дальше ждем заявок для вторых попыток только интересно брекин будет выступать . скорее всего до 175 заявлено это много я думаю две попытки если он использует то в призах окажется точно может быть даже выиграет но мы помним что сборная лаваньи нестабильно выступает крайне очень много нулевых оценок средний показатель наверное два подхода и 6 у команды хотя брекин калья по статистике чуть лучше чем остальные выглядит и много соревнований у него не два реализованных подхода и 6 а3 но кстати говоря в прошлом году калья также заборонил правда в толчке на 178 в прошлом году на европе и 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 м Ну что же, тем временем Минчев исправляется, также в попытке швунгануть он это делает. И 23-летний болгарин у нас пока что размещается на пятом месте по сумме двоеборья, 293. Сергей Чакири, Молдова, 162, Сергей Чакири, Молдова, 162, устанавливается в вес на штанге. Смотрите, прямо тренеры в очередь выстроились на перезаявке, такое впечатление создается. Но мы слышим, что ведущий соревнований объявляет как раз таки о переносе заявок. Странно, что никто не хочет первым подходить на 162 килограмма, потому что выходи, толкай, и в общем-то всем остальным этот подход на 162 уже ничего не даст абсолютно. Ну показалось мне, что что-то наше с разминочкой там немножко не успели. Устанавливали в разминочном зале. Не успел я узрить такого, но... Александр Венков... Хорошо на грудь. Подержи, подержи. Очень четко. Да, ну у Олега основная проблема встать на штангой, и с другими, в общем-то, уверенно, как из пушки стреляет. Пока это второй результат в толчке, но уже нарисовалась сразу же весомая такая сумма 312 килограммов. Ну она, соответственно, у нас уже первая. Диан Минчев 162 и первое его появление в этом упражнении. Ух, на тоненького прям проходит попыточка. Наздаётся мне, это самый возрастной, это парень, да, который сегодня есть у нас в группе сильнейших. Тот самый, которому 34 года. И сразу же самый молодой за ним. Самый молодой случай успеха 305 наберёт сумму. Станет вторым после Олега Чина. Ну на грудь-то вообще без проблем. Да и, в общем-то, с грузи тоже. Широко шагнул, плюс 7 килограммов. Замон. Сделаю. Сделаю. Приготовились. Ви-Ахмед. О'Ки-Ай. Те же 162. мощно да хорошая попытка я думаю ребята такие окрыленные медалями сейчас выходит на помост красиво поднимает и наверняка где-то в голове держит попадание на подиум сумме а легче на тем временем для второй попытки 170 заказывает но эта цифра я думаю что откорректируется вообще будет зависеть от того как сейчас сложится в общем выжидательной тактики придерживается тренерский штаб она и верна вечера сергей 26 лет молдаванина в рывке неплохо он отстрелялся в общем-то и продолжает это делать во втором упражнении ну как мы уже говорили на маловато его лучших показателей но в общем то что новый олимпийский цикл олимпиада позади общий тренд на снижение каких-то показателей килограммовых но вполне себе возможно но здесь да здесь вот по первым дням мы я думаю можно какую дать оценку что часть атлетов в результатах убавила но в основном это те кто готовился серьезно на олимпиаде попытался там показать максимум и соответственно требуется какое-то время чтобы опять прийти формы наверняка после олимпиады был отдых и они так вот потихонечку накатывают вторая часть атлетов это молодые которые в общем-то на олимпиаде если выступали то наверное каких-то особых у них не было амбиций там либо вообще не выступали и основный старт этих ответов были в конце прошлого года в декабре месяце это первенство европы юниорская молодежная соответственно дальше вот они вот они здесь и все прибавляют но еще можно декабрем вывести в отдельную категорию третью группу наверное так каково за те кто готовились и никуда не поехали да ну готовились самое главное что скажут судьи ведь можно трактовать петр петров до вес этот поднял но ту женщину в предыдущей весовой категории до 60 3 килограммов очень похоже была попытка с таким же у вас ну что же заканчивают свои выступления трехлетний болгарин много заявился для третьего подхода серебряный призер новоиспеченный серебряный призер первенства европы до 23 лет что проходил в израиле декабре 16 там было 161 здесь уже пытается 165 да была помарочка при взятии на грудь я уверен что это все и из-за нее все это конечно же неудачу и казан и и талии и стачки до 167 килограммов роберт установил уже личный рекорд первом упражнении в рывке 141 зафиксировал поднимал очень четко и красиво как и все спортсмены сборной германии которые иногда мы их видим на помосте иногда даже скучаем по некоторым ну ведь вспомнить то можно совсем недавнее время относительно там такая dream team была у них прошу прощения марк хустер оливер карузо беллер многие другие уверена зафиксировал 167 мать от штайнер прошу прощения из последних так сказать 168 подзесенитер дьян минчев бульгария сегната сергей чакир и стакан и на спис и 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 все им было двое не начинали трое тяжелейшее вставание и поспешил олег наверное немного поспешил репутки да после такого вставания мне кажется что уже не делай спеши не спеши очень непросто было это все да почему попытка была это очень важная потому что тот же самый француз тот же самый француз заявил 173 из его первого подхода если он толкнет этот вес олег сейчас не поднимет то мы поздравим француза золотом чемпионат европы нет французы верни к французу нужно еще это сделать да и да я сейчас он тоже не толкнется в борьбу разве что только вот албанец который с нулевой оценкой закончил ничего не сможет сделать и сергей чечер сохраняет шансы и самое главное не вера роберт яхим да нет чё говорить все оживились все оживились после неудачи и главное чтобы оживился сам олег встряхнулся как-то я не знаю под собрался да нужно эти 9 9 10 7 килограммов отрыв это конечно много но для этого в толке хотя бы два подхода нужно было реализовывать и загонять соперников но не подъем на килограммы этого пока не сделано пока результат олега зория досягаемости а так варка стена форста-тен спой и от меньшая песняк с лифтер приготовиться в большую сторону перезавили олегу чену на 169 и таким образом давид санчес выходит на помост который по итогам рывка был шестым 140 вставание тяжелая для первого подхода конечно же да мощно выглядит для этой весовой категории испанец на мой взгляд заграда сергей молдова из текста чечер сергей нет смотри что ну ассистентов поправляет как сейчас да не хорошо такого быть не должно на чемпионате европы держи чуть-чуть поигрывает читать ветерану обязательно надо 2 лет нам нужно считали так в зале кто-то посвистывает там наверно кажется сейчас жюри может все-таки свое слово взять на что ну по факту не фиксация ну вот она здесь была но здесь делали форсация вот я скорее всего в общем то мог мильчев и дальше я думаю стоять просто услышал команду что можно опускать и бросил ее а вот локоточки то поигрывали всегда все происходит именно так как мы предполагали не засчитали да вот если честно не совсем понятно что вроде как что-то про последнюю попытку говорили возможно и не засчитана вечер сергей 169 а также ошибается вечер шоканула петр петров на 169 будет подходить и следом за ним будет очередь олега чена выходить на помост есть еще одна попытка у чеха пока что девятая сумма очень важная попытка олега чена нужно обязательно свое заключительное слово произнести очень громко стать лучше чем в предыдущий раз держи держать держать ну слава богу заставил так прям хорошо по нервничать потому что посмотрели мы сколько достаточно будет толкнуть его соперника мы поняли что это вполне многим сидим тут грустим уже молодец стряхнул всех своих болельщиков наверное в первую очередь но все теперь тому же французу уже нужно не 173 а 183 толкать обходить олега как говорится попробуй подними молодец олег несмотря ни на что хорошее выступление 4 попытки из 6 до было тяжело но проявил характер удивил итоговая сумма 305 и петра петров пока что на пятой позиции аспен колорадо и неудачных попытки все таки решил дать зачет команде и побороться за возможно награды во втором упражнении а это было неплохо ну правда на 5 килограмм меньше чем начали планировать ну зато удачно таким образом и на помост пока что не выходил лишь один спортсмен тот самый француз франадин матам у меня вот сейчас возник такой вопрос интересная должность технического контролера упразднена по новым правилам ты не наблюдаешь как спортсмен выходит ассистента еще на помосте готовит штангу и вижу как один спортсмен еще не успел уйти а второй уже на помост зашел обычно как раз вот эти вещи технический контролер выполнял но обещаю что к следующей трансляции узнают момент заканчиваем первым начинал и уже под конец вышел на 170 до сегодня получилось но все равно очень хорошее выступление четвертое место правда лишь но на награждение мы итальянцы конечно же 319 у олега чена пока сумма на втором месте в сумме идет у нас давид санчес которого две попытки до 169 он толкнул 309 набрал на третьем роберт иохим германия турок турок в случае успеха на второе место перейдет а испанцу нужно толкать 180 чтобы обходить олега очень эмоциональное выступление ахмеда те ну что можно сказать что в отсутствие даниэра исмаилова турция все равно достойно представлена в этой весовой категории и конечно же будем сейчас смотреть кто там у нас ребята покажут кстати говоря ничего не понятно то есть настолько все запутано нет какого-то явного претендента в общем тут и дион минчев в случае успеха 10 место займет но правда в толчке сразу же вторым станет третьим а 169 так и не засчитали все таки ну и здесь не успешно закончил 162 хотя 169 ну так достаточно было близко близко 11 место но она не может кто то дайк а да да а да за и в случае успеха 310 будет сумма сергея и на третью строчку он сумме переместиться снова в толчке на третье тоже место промежуточная а я я сыграла одна рука так был блин при выходе из ножниц один из локтей чуть-чуть ослаблял да это неудача чекира бросила конечно же далековато седьмой по сумме роберт илахим 172 килограмма пока роберт на четвертом месте толкнет 172 но во-первых захватит лидерство в этом упражнении и во-вторых 313 наберет отодвинет турка со второй строчки на третью но до олега чена дотягивать он не будет прошлом году было всего лишь 165 ух молодец роберт очень ровно идет технично безошибочно есть еще одна попытка так когда же француз появится на мосте 173 бернардин кинг матан заявил ну уже 172 спортсмены подняли давид санчес давид санчес у него очень хорошее скажем так положение сейчас уходим и на четвертом месте но два подхода в запасе это вторая попытка 172 килограмма тяжело нет оказалось что действительно не просто так 169 тяжело было за ним там никакой не волнения до возможно там недостаток разминат какой-то нет просто действительно был предел we get the change роберт яхин гаусап 173 давид санчес пайл сэдэдэр лифтер туполовис бэрнардин а там браун что просто ничего скажет это такой вот так короче естественно мы не будем tester вот это в конечност questioning в карте как наша риблия мы можем прикрыть вот тут После такой музыкальной паузы, я не знаю, как Санчес соберется. В прошлом году 175 было у Санчеса, в группе Б. Смотрите, вот разозлился по-хорошему, да? Парень разозлился, значительно уверенней на грудь, но потому что понимает, он на четвертом месте, да, и есть у соперников попытки. Ну и сейчас 313, он набирает столько же, сколько и Роберт Иохим, но по новым правилам получается, что Санчес вторым набрал эту сумму, соответственно, он строчкой ниже расположится. Ну, турка отодвинули из призовой тройки и... Ну что же, дождались. Да. Пожалуй, единственный, кто может хотя бы теоретически приблизиться к результатам. И последний подход. Видите мне, да, что все мои теоретические тоже приближения к Олегу сейчас разбились об эту попытку. Я думаю, сейчас все будет зависеть от подходов албанца. Если он будет успешный, то Бернардин, скорее всего, добавит, может быть, килограммчик. Если у Матама останутся попытки, когда у конкурентов их не останется, я думаю, покусится он на золотишко-то Европы. 180 надо потять, ну на грудь может взять, а с груди... Да не надо. Так, ну что же, еще раз пробежимся по текущему расположению мест. Олег Чен, первое место, 319 сумма, закончил. Француз Бернардин Матама, второе место, сумма 314. И на третьей позиции Роберт Иохим из Германии, 313. И еще попытка в запасе у Роберта. А в толчке пока лидирует француз, на втором месте испанец Давид Санчерс и на третьем месте Роберт Иохим. Я легче на шестом уже. Да, вот так, смотрите-ка. Все-таки надо было 75 начинать у меня, как и стояло изначально. Очень внушительная попытка и есть еще одна, но еще раз... Если бы не получил нулевую оценку. Еще раз повторим, что нулевой результат у Калибрикина с итогом рывка. Но, боюсь я, на Легу крайне тяжело было бы, если бы... Если бы, так бы... Роберт Иохим готовится выходить. Вес сколько? Пока, получается, он в сумме на третьем месте. Но он уже точно будет в тройке. Но в толчке после этой попытки его как бы не сместили чуть-чуть. Вес 176. В случае успеха он обойдет француза. И в рывке займет первое место. А у Яхима из лучших показателей, выступая на клубных соревнованиях в Германии, 176 было совсем недавно, в марте месяце. Правда, весел тогда Роберт 70,5 килограмм. Блестящее выступление немца. Эй, молодец какой, смотри-ка. Шесть попыток успешных. Отличный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нет, перезаявок никаких не происходит. Брекин не стал пропускать вперед француза. Смотрите, 178 идет, не 177, этого было бы достаточно, 178. Мертвую точку еле прополз. Молодец. Нет. Ну как-то вот у многих подобное мы наблюдаем. На этом помосе вперед тянет. Знаете, пока Тьохин Роберт на первой строчке, так вот, кто бы мог подумать. В толчке, естественно. Да, 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 да. Ну и ждем, что же Матам. На какой вес он пойдет? На 180? На 180. Куда ему еще ходить-то? Ух, ух, ух. Так, ну что же, дорогие друзья, очень интересный момент наших соревнований сегодня. Попытка устранить лидерство Олега Чена в исполнении француза Бернардино Матамо. Так, сколько лучше результат у Матамо в этом упражнении? О, 182 на внутренних соревнованиях. В Риво 180 Алкау. Это когда? На Олимпиаде 180 в Риво-де-Жанейро. Совсем недавно, полгода назад. Смотрим. Первая была в самой легкой весовой категории у Мишель Анне. До 48 килограммов девушки. И сейчас, ну, надо отдать должное, конечно же, француз заслуженно, заслуженно. У него был шанс, он его использовал, в общем-то, Европы, да? И, как бы, ну, в любом случае, это должно было бы произойти именно в этой попытке, не в третьей, если, как бы, это неудачная была бы. Ну, да. Да, не в самых лучших кондициях приехал Олег Чен, конечно же, на эту Европу. Это мы уже отмечали по ходу соревнований. Как бы, ну, килограммы до этого, которые покорялись Олегу, они, в принципе, пока что далеки. Ну, да, конечно, 327 последний раз в Тель-Авиве поднимал Олег, этого ему так слегка и хватило, чтобы выиграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!